Всем привет! В последнее время многие говорят и утверждают, что фильм «Кавказская пленница» это плагиат французской комедии «Велосипед». Основанием для этого послужило то, что два главных героя, они похожи между собой. И тут я хочу сказать. Так стоп! Серьезно? Серьезно? Два главных героя похожи между собой и вы хотите сказать, что это плагиат? В общем, я посмотрел эту комедию «Велосипед» и сегодня вы узнаете, что в «Кавказской пленнице» да плагиат, а что нет. Ну и конечно я вам расскажу, почему эти два главных героя так похожи между собой. И кстати, чуть не забыл, эта французская комедия полностью провалилась в прокате. В общем, поехали! Итак, фильм начинается с того, что наш главный герой, которого зовут Антуан, как и все жители его города, болеют за любимую футбольную команду, которая играет в полуфинале. Играет и выигрывает, а значит, проходит в финал. И наш герой отправляется на финал и обещает своим малолетним друзьям привезти кубок. Я доставлю вам этот кубок, сам выйду на поле и вы получите его. Уговор? Он садится на свой велосипед, на котором он развозил заказы и отправляется в путь. И конечно, так как это комедия, он естественно будет попадать в разные ситуации. И вот на трассе он, как раб сюжета, едет за автобусом, который обдает его сажей. Однако в такое время редко бывает туман. Он давно уже должен был рассеяться, этот туман. В какой-то момент он все-таки догадывается, что это не туман, а автобус перед ним и сворачивает с дороги. И тут к нему подъезжают полицейские. Они запрещают ему ехать на этом велосипеде по этой трассе. А вам известно, что по шоссе государственного значения запрещено кочевать? Но дальше в ходе разговора полицейский решает проверить его, может он в розыске. И выясняется, что один из полицейских преступник, которого разыскивают. Так наш герой справляется с первой трудностью. Я же сразу не видел. Родинка, сатир, он и есть? Он уезжает от полицейских и встречает извозчика, который едет домой. И вот слово за слово они решили поспорить, кто первым приедет на ферму. Проигравший угощает победителя супом. Так вот, если ты приедешь на ферму первым, то приглашаю тебя на суп, чтобы не сдохнуть. И мне. По рукам? По рукам. Наверное, во Франции суп был тогда самый ходовой товар, а деньги были как-то не в чести, чтобы на них спорить. И Антуан, кто бы мог подумать, конечно же побеждает в этом споре. И вот за столом, когда уже все в сборе и едят, дед с признаками деменции, нет, не этот, хотя и похож, начинает говорить про жопу. Только не стоит это обсуждать. Задница. Ладно, дедуля, успокойся. И будет периодически про нее говорить в такой форме на протяжении 10 минут. Задница. Задница. Дальше хозяйка дома просит, чтобы ей помогли нарубить дрова. Антуан, как герой, естественно, откликается на эту просьбу. Уважаемая мадам, моя рука в полном вашем распоряжении. Он начинает рубить дрова, но тут что-то идет не так. Отлетает сучок, попадает в корову, и та начинает выходить из царая. Антуан переключается с дров на корову, справляется с коровой, но начинают выходить лошади. Дальше клишировано он выбивает трубку у деда, который до сих пор говорит про жопу, и начинается пожар. Ну, пуша, господи! Выбегает хозяйка, он, естественно, обливает ее водой, она падает, потом еще раз падает, потом на нее падает Антуан, и тут, конечно же, возвращается муж, и видит, что его жену топчет другой петух. Хватается за ружье, но Антуан уезжает. Дальше больше. В один прекрасный миг он слышит, как кто-то зовет на помощь. Он подъезжает и видит девушку в реке, и слышит крика помощи. Конечно, сложить два плюс два и понять, что девушка просто плавает, а голос идет не от нее, он не может, и начинает не спеша ее спасать. И, честно говоря, так как это французская комедия, то я ожидал увидеть от французской актрисы немного больше, чем какой-то секс для бедных. Вот, кстати, настоящая французская комедия с настоящей французской актрисой. Кто не узнал, это комедия налево от лифта. С Пьером Ришаром и Эммануэль Беар в главных ролях. Кто не видел, рекомендую. Ну, а тот, кто видел, смело ставить лайк. В общем, завязывается нудный разговор. Антуан уже рисует радужные мысли о том, как они будут жить вместе и сколько у них будет детей. Девушке все это надоедает, и она сбегает. И уходит от него, потому что ну как жить с таким мудаком. Ловит машину и пытается уехать, но Антуан догоняет ее, и о чудо, он понравился девушке, которая со всеми друзьями едет на море. Гляньте, какой милый. Давайте возьмем ее тоже. И она берет его на прицеп. Сейчас я представляю, как многие будут кричать и писать в комментариях. А, плагиат, плагиат. Подождите немножко, мы дойдем и до этого момента. Ну, а так как скорость была большая, он влетает в палатку, а его велосипед разбивается. И, конечно же, так как это комедия, то дальше клишировано его избранница начинает за ним ухаживать. И так как бы, между прочим, говорит ему, что его велосипед уже свое отъездил. Конечно, Антуан не сдается, и под видом хирургической операции начинает ремонт своего трехколесного друга. Когда все закончено, его, конечно, все поздравляют. А девушка в купальнике, которая взяла его на прицеп, прямо намекает, что рыбку она уже свою давно съела. И так как пришло время, чтобы главная героиня начала испытывать симпатию к герою, то так это и происходит. Ну, а то, что девочка созрела, она покажет Антуану вечером на танцах. И да, не будем забывать про главную цель этой поездки – финал. Вся компания отправляется на матч. Но перед самим матчем вратарь любимой команды Антуана получает радостную телеграмму от своей жены, в которой она сообщает ему, что он уже рогоносец. От таких новостей вратарь, на которого возлагали большие надежды, просто размяк и начинает пропускать голы. Видя, что с вратарем происходит что-то непонятное, Антуан отправляется узнать, в чем же дело. В раздевалке ему сообщают главную новость. Он понимает, что вратарь уже полностью потерян, как для мира, так и для футбола, и решает его заменить. Конечно же, Антуан отлично стоит на воротах и ловит все мячи, а на последних минутах он забивает решающий гол. И как супер приз, он забирает кубок и девичье сердце. Ну и конечно же, главная героиня настолько без ума от Антуана, что согласна ехать с ним, сидя в коробке. Потому что ну как жить с таким мудаком? Итак, тот, кто досмотрел сюда, наверное, уже не раз написал в комментариях или подумал, что вот он плагиат. Он едет за ними на веревке, так же, как и Шурик. Но я напоминаю, что плагиат – это стопроцентное сходство. В этом фильме Антуана взяли на прицеп, а у Шурика была погоня и трос появился позже. Да и Шурик со своим напарником ехал на бочке, а Антуан ехал один и на велосипеде. Дальше. Прыжки. Сколько за историю кинематографа люди прыгали? Неужели это все плагиат? Напомню. Шурик использовал цирковой трюк, чтобы сбежать из дурдома и перепрыгнул в стену. А Антуан таким интересным образом играл в футбол. Наверное, режиссер подумал, что так играть в футбол будет гораздо смешнее. Итак, самое главное. Почему главные герои так похожи? Как известно, Гайдай, когда искал актера на роль Шурика, он хотел, чтобы этот актер был похож на самого Гайдая. И действительно, если взять эти три фото, то можно подумать, что это папа с двумя сыновьями. Все три очень похожи между собой. Да и вообще, в мире очень много похожих людей и двойников. Говорят, что даже у Путина они есть. Ну а в актерском мире тем более. Вот, вот, вот и вот. Ну и если вы не поленитесь, вы таких актерских двойников найдете целую кучу. Конечно, любители заговоров скажут, что Гайдай специально так родился, чтобы быть похожим на этого французского актера. Если так, то у меня аргументов против такого бреда нет. Для меня это два разных фильма. Без какого-либо плагиата. Ну а всем я рекомендую, прежде чем говорить, что фильм А это плагиат фильма Б, сначала посмотрите этот самый фильм Б. Ну не будьте как тупые овцы. Тем более, посмотреть любой фильм это так просто в наше время. Открываешь интернет и весь мир перед тобой. В общем, поделитесь, пожалуйста, этим видео. Напишите свое мнение в комментариях. Ну и подпишитесь на канал. Всем счастливо и до новых встреч.